В Зерендинском районе в очереди на получение жилья от государства стоят 586 человек, из них 78 многодетных семей. На сегодняшний день местные власти предпринимают активные шаги для решения проблемы очередников. Реализуются различные программы жилищного обеспечения. Так, недавно ключи от квартир получили 10 семей в Зерендине. Обладателями жилья стали многодетные семьи, дети-сироты, социально уязвимые слои населения. В торжественной обстановке с новосельем сельчан поздравил глава региона. Жительница села Гульзадаакпаева с супругом воспитывают пятерых детей. Женщина стояла в очереди на жилье порядка 12 лет. В этом году ей посчастливилось получить заветные квадратные метры, а также сертификат на бытовую технику из рук Акима области. «В стране осуществляются различные программы, проекты по поддержке. Одна из них многодетным матерям выдаёт квартиры. Я очень рада. Благодарю Акимов района, области. Спасибо. Долгожданная квартира. Как мать, хочу выразить благодарность». Жилплощадь была предоставлена в рамках проекта «Сильные регионы. Драйвер развития страны». Очередники получают полностью готовые к заселению квартиры. «Это президентская программа, по которой позволяет быстро, оперативно решать жилищные проблемы наших граждан. Теперь по этой программе имеется возможность выкупа уже готового жилья. То есть подбирать заранее уже, чтобы наши строители строили, была конкуренция. И в рамках этих конкуренции возможность приобретения квартир. Это даст новый импульс и толчок нашим строителям. В этом году мы порядка 841 у нас по программе, но может и больше, будут приобретаться именно вот таким путём квартиры. То есть в этом году сейчас вот мы приобретаем 200 чем-то квартир». Продолжился рабочий визит главы региона в Атбасарском районе. На очередной встрече с населением Аким области дал поручение создать комиссию общественного контроля. Это обеспечит участие жителей в управлении делами государства. Атбасарский район в этом году также пострадал от наводнений. Аким области, выступая перед жителями, отметил, что на сегодня как по области, так и в районе активно ведётся работа по ликвидации последствий. Всем пострадавшим семьям выплачены компенсации на ремонт домов. Для тех, чьё жильё признано аварийным, приобретены квартиры. «172 пострадавшим семьям выплачены компенсации на ремонт их домов. 38 семьям, дома которых признаны аварийными, мы приобрели квартиру, торжественно передали их здесь. Вы стали свидетелями. 371 пострадавшему полностью выплачены единовременные социальные выплаты». Также были затронуты вопросы строительства и ремонта образовательных и медицинских учреждений, вода и теплоснабжения. Так, в районе будут капитально отремонтированы три школы. На эти цели выделен 891 миллион тенге. Аким поручил завершить все необходимые работы до конца августа. Помимо этого, уделено внимание и качеству дорог. «Большой объём внутренних и транзитных грузов, пассажирских перевозок, расположенных в районе Международного автотранспортного коридора Екатеринбург-Калматы и автодороги областного значения Адбасар-Державинск. В текущем году на ремонт дорог мы выделили 1 миллиард 600 миллионов тенге на реализацию пяти проектов. Также в Адбасаре продолжается ремонт дорог». Вместе с тем, в ходе встречи благодарственным письмом Акимобласти наградили ряд адбасарцев. Далее глава региона провёл приём граждан, на котором жители имели возможность лично обратиться со своими проблемами и предложениями. В основном вопросы касались жилья и земли. Как заверил Марат Ахмеджанов, все они будут тщательно рассмотрены. По итогам, соответствующим специалистам поручено взять обращение на контроль. После встречи с населением Акимобласти посетил несколько проблемных объектов, ознакомился с ходом работ. Также встретился с жителями, проживающими в аварийном доме по улице Ауэзова в городе Адбасаре. Восьмиквартирное жильё, построенное в 50-х годах, сейчас на грани обрушения. Из-за ветхости произошёл обвал кровли. Дом признали аварийным, однако в нём всё ещё проживают люди, которые обеспокоены ситуацией. Жильё осмотрела специальная комиссия и имеется экспертное заключение по техобследованию состояния конструкций. Жители на встрече с Акимобласти смогли напрямую озвучить свои проблемы, и у многих из них нет финансовой возможности приобрести новое жильё. Глава региона внимательно выслушал жалобы граждан и дал соответствующее поручение. «Есть два варианта решения. Первый вариант – если дом признан аварийным, то мы предоставим строящимся 100 квартир в микрорайоне. Я кончаю вариант. Там же, я так понял, есть у которых не единственное жильё. То есть, по той программе не попадают. Потом коммерческие объекты, которые… Тогда надо в рамках реновации решать вопрос. То есть, никто без жилья не останется. Никто вас не оставит. Мы будем сносить эти дома. Без жилья вы не останетесь». В Адбасаре также ведётся реконструкция центральной котельной. Работы начаты в прошлом году, однако всё ещё не завершены. Количество абонентов – более 3600. В 2023 году здесь произведён капитальный ремонт двух котлов. Также планируется возведение здания хим, водоочистки, сборка и монтаж котлов, установка дымососов и другое. «В этой зоне ведутся работы текущего года. Это демонтаж основания котлов третьего и четвёртого, демонтаж балок, устройство фундамента под котёл и остальное. Это работа, которая ведётся сейчас». Вместе с тем ведётся реконструкция улицы Акана-Курманова. Работы начали в 2022 году. Протяжённость участка порядка двух километров. Также обустраиваются тротуары. Для завершения проекта необходимые финансы. Было предложено рассмотреть бюджетные средства. Довести до конца планируется осенью. Далее Акимобласти провёл отчётную встречу с населением Жаксинского района. В своём выступлении глава региона подробно остановился на реализуемых проектах, а также рассказал об основных тенденциях развития района. Были затронуты вопросы, касающиеся жилья, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, социальной сферы, строительства и инфраструктуры. Многие проекты не завершаются вовремя. В связи с этим проводится корректировка, что в свою очередь приводит к непредвиденным тратам средств. Нужно создать общественный контроль, отметил Акимобласти. У нас ещё одно направление, по которому мы можем удвоиться, это вот именно усиление контроля надзора и дисциплины. Вот этот 27-квартирный дом у вас два раза подорожал. Он должен был у вас в каком году должен был? Ну, в 22-м году вы должны были сдать. Да, в 22-м году должны были сдать. Он стоил 294 миллиона, а сейчас с корректировкой мы заканчиваем его 457 миллионов. Вот. Понимаете, это вот непредвиденные расходы. Когда мы не контролируем вовремя, идут на корректировку. Глава области подчеркнул, что в районе действуют перерабатывающие предприятия, где хорошо развита обработка и хранение зерна, развивается животноводство, производится молочная и мясная продукция. Всё это даёт положительный имидж району, однако его вклад в общий объём промышленного производства области очень низкий. Нужно быть нацеленным на результат, подчеркнул Аким. Вместе с тем затронут вопрос ремонта автодорог района и моста в селе Казахстан. «По районным автодорогам в этом году предусмотрен ремонт трёх водопропускных сооружений. Продолжается средний ремонт автодороги областного значения Жахсаджиржанск. В этой связи Акимату районное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог необходимо обеспечить качественную реализацию всех проектов. Возьмите на контроль». В завершение благодарственными письмами Акима области был отмечен ряд жителей, внёсших вклад в социально-экономическое развитие района. Также был проведён личный приём граждан, где жаксинцы поднимали вопросы касательно выделения участков для выпаса скота, сельхозугодий, земельного пая и другие. Кроме того, Аким области принял участие в торжественной церемонии вручения нового реанимобиля врачебной амбулатории села Запорожье Жаксинского района. Также присутствовали руководство района и управление здравоохранения. Главный врач районной больницы и сотрудники медицинского учреждения получило ценный подарок от местного товарищества. Новое оборудование значительно улучшит качество медобслуживания жителей села и ближайших населённых пунктов. «Нам не хватает такого санитарного автотранспорта для каждого села, для нашего народа, для того, чтобы наш сервис был доступным. Они нужны каждому селу. В целом, в районной больнице имеется 12 машин. Передвижной маммограф, передвижной флюорограф, шесть санитарных автотранспортов, один реанимобиль». Запорожская врачебная амбулатория построена в прошлом году. На сегодня в ней обслуживается порядка двух с половиной тысяч жителей в составе два участка, которые обслуживают население ещё пяти сёл. Переданный автотранспорт класса А оснащён аппаратом искусственной вентиляции лёгких, тележкой-каталкой, носилками и другим необходимым. Как считает главный врач районной больницы, это подспорье как для пациентов, так и для врачей.